Христос посреди нас Игнатьевич. Добрый день. Здравствуйте. Как ваше здоровье? По милости Божией. Слава Христу. Я хотел вам вопрос задать. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Я слушаю. Говорите, пожалуйста. Вот в Ветхом Завете, когда Господь через Моисея дает закон израильскому народу, он себе избирает священство из колена Левина. Отделяет Левитов, так называемых. Отделяет их себе и дает целое законоположение, как и что им делать, как они должны избираться, кем, какие у них должны быть одежды, чем они должны заниматься, кто они являются для народа. И мы знаем, что даже помимо книги исход, мы знаем, где все это описано, что есть целая книга, третья книга Тора Моисеева, так называемая, книга Левит, немалая часть которой посвящена всем этим вопросам. И вот я хотел узнать в Новом Завете, когда Бог явился во плоти, Иисус Христос пришел на землю, где места в Евангелии, что Христос отделяет себе каких-то особых людей для служения Ему? Ну, когда я избрал 12 апостолов, это я говорю, что особые. Но апостолы, это же не священники, это же вестники, вестники, благое в Иисусе Христе спасители мира от смерти и греха. Какое отношение это имеет к священникам? Не только, не только. Когда воскресший явился, он явился апостолом и конкретно говорит, кому простите, тому проститься, на ком оставить и оставиться. Но они же не были священниками, это обычные ученики. Вот теперь он дал им власть, которые не имели власти священники ветхозаветные. Теперь он дал власть... Нет, так не там слово употребляется, что это священники. Это дал каждому ученику в лице этих учеников. Нет, каждому никогда не было дано, за всю мировую историю не было. Это сектанты придумали, чтобы оправдать безумие свое. Почему? Потому что в первой главе, в пятом стихе, к титу написано «До того оставил, чтоб ты довершил недоконченное». И если мы считаем внимательно, то мы увидим вот в деяниях апостолов, апостол Павел Гавритарга, что и каждой церкви поставили пресвитеров. А зачем ставить-то? Пресвитеры, это же не священник. Это священник. Нет. Нет, но вы спорить пришли или спрашивать? Спрашивайте, давай. Я вам ответил. Хорошо. Тогда я... Ну, хорошо. Я спрошу. В Евангелии от Матфея, 16. Послушайте, в исторической церкви никогда по-другому не было. Никогда. Сегодня женщина претендует, какая угодно. Никогда по-другому не было. Сохранилась литература, жития святых. А мы сегодня колобродим, что попало, и утверждаем, что так. Ну, будет судный день. Если ты говоришь правильно, я говорю баптисту, тогда до тебя 1600 лет все были неправильны. Ты же все смелый. Нет, я хочу спросить по Писанию. Я по Писанию отвечаю. Вот в 16 главе Матфея, в 8 главе Марка и 9 Луки, где Господь и говорит о том, что на исповедании Иисуса Христа помазанным спасителем мира, да, Иисусом Христом, то есть Сыном Божьим, он будет строить церковь, Христос начинает Петру говорить, что ему должно пострадать много. Первое — от первосвященников, второе — от законников, книжников, и третье — от старейшин. И когда мы читаем греческие тексты, а всё Евангелие найдено на греческом и написалось на греческом, слово первосвященник и священник — это слово иерей и архиерей, а пресвитеры, старейшины были и в иудейском, и там третье слово употреблено через запятую. Это не одно и то же. Там написано, должно пострадать много от архиереев, законников, там грамматы по-гречески, и первосвященников. Это старейшин, это не одно и то же слово, оно нигде больше не употребляется. Старейшин и священник — это разные слова. Это иерей, и пресвитерос. Это разные слова. Я говорю, когда перевод готовился, синодальный перевод, то пользовались оригиналом. Знания, какие были тогда у людей, сегодня ни у одного нету. Это мне не кто-то говорит, Александр Мень, работая с оригиналами еврейской литературы. Я спросил, а вы могли бы так переводить, как Вольстон Данила Врамович? Или Павский, Герасим Павлович? Он так отшатнулся от меня. Да вы что? Да никогда. Зачем вы берёте за то, что вам не верено? Вы сами подумайте. Когда переводили четыре духовные академии, четыре духовные академии переводили. Переводили с оригинала, и как они знали еврейский язык? Павский писал учебники для еврейских школ по-еврейски. Это не всё. А они сравнивали с вульгатой, с латинском. А они сравнивали с греческой септуагентой, что феодатион, симах, акила — это ещё три перевода. Кроме арабский. И дальше как толковали эти места святые отцы? Да нет, дело-то не в толкованиях. Есть же разные слова. Есть слово «дверь» и «ручка». Это же два разных слова. Я вам ответил, что никогда так не понимали. Тут напротив вас сейчас соборы вселенские. Полторы тысячи епископов. И вы тут, бритый, вышли. Бритый какой-нибудь вышел, начинает калабродить. Никогда по-другому не понимали. Повторяю, никогда. Ни одной женщины священником не было. А сегодня вдруг на дроне мужиков жених. Причём священники-женщины. Павел говорит, что нету в мире ни одного слова без значения. Есть слово «иерея», есть слово «преститр». Оно даже в Евангелии употребляется в одном предложении Господня. Да вы ответил, так не понимали никогда, как вы понимаете. Чего непонятно-то? Вы же этого не знаете. Вы творение златоуста всё прочитали? Соборы все знаете? Зачем на себя брать такую миссию? Причём? Сама церковь зафиксировала новозаветный канон. Она должна была туда заволочь вот это. Вот это отступление от церкви, вот это бродобритие. Это доводит до умового помешательства. Никогда так церковь не понимала. Никогда. В новозавете нет никакого бродобрития. Там никто об этом не говорил. Всё, дальше на эту тему закрыто. Не старайтесь дальше углублять яму под собой. Никогда не понимали. Протопресвитер, протопопа-вакуум, протопоп. Да при чём тут протопопы? Да ни по чём, потому что это звание... Этого слова нет в новом завете. Есть слово пресвитер и иерей. Это разные слова. Кроме нового завета есть ещё толкование. Патрология миния. Каноны, соборы. Каждый толкует. Вот отбросили толкование. Сегодня 21 тысяча разных наименований. Деноминация конфессии. Нет этих слов. Сатана прикрыл слово ересь. Какой ересь? Но Христос новый завет ничего не толковал. Он давал новое учение. При чём тут толкование-то? Я ещё раз говорю. Бог поставил иных, говорит, апостолами, пророками, в третьих, учителями. Правильно. И никаких священников Бог не поставил в новом завете. Почему Павел перечисляет дары духовные и забывает о священниках? А проверяет, вы что-то уже восхитили, и теперь оправдываете ворованное. Вот и всё. Нет, я вам задаю прямые вопросы. Вы же ссылаетесь на это место в Писании. Я вам говорю, Павел пишет, что Бог поставил апостолов, пророков, учителей, дары чудотворения дал, дары говорения языка и не забывает о священниках. Учителя, кто для вас церковные? Назовите по именам. Что-что? Что-что? Слушайте внимательно. Апостолов сектанты перечисляют. Пророков один агав. Третьих учителями. Кто учителя? Начинайте загибать в первом веке. Кто учителя? Не апостолы, конечно. Кто? В втором веке, третьем, четвертом. Вы не назовете ни одного времени, какая возникает секта. У мормонов свои учителя, только свои. У баптистов свои, у писятиков свои. Тут толковать не надо. Отвергли учителя, значит, будете искать других. Да при чем тут учителя? Да при чем отвергать-то? Интересно, вы... Нет, я конкретно касаюсь темы священства. Вы все время прыгаете. Я ответил, все, тема закрыта. Я ответил. Нет, где же вы ответили? Это два разных слова, ни одного слова о священстве нет. Я ответил, ответил. Дмитрий, вопрос закрытый. Зачем хвататься за это? Я сказал, я отмечаю спорь, тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Нет, я вас спросил, хоть одно место из Евангелия, из книги Деяния Святых. Да не надо, вы Евангелия не понимаете. Иначе бы вы это не делали, что делаете. Почему? Да потому, потому что у вас вид даже отдельный. Посмотрите, беседует с этим Сергеем Козловым, спарализованным, Саша Дмуха. Вы как копия. И внешним видом, и предобретелем, и жестами, всем похоже. Они делаются одинаково. А что он тут творил? Был православный, все, чужие семьи разрушал. Разврат сплошной пошел. Выгнали его из Потеряевки. Интересно, вот вы как копия похожи. Даже вот в пизаноме всем. Почему это Бог делает так? Чтобы мы сразу узнавали еретиков. Вам сказали, вы сразу приняли, вы не успели обдумать даже, обдумать. А давайте вот там, я считаю, да вы языки-то не знаете эти, как знали те. По словарю ищите. Я никогда разговариваю с американцами. В этом завете Бог дает через Моисея целую книгу Левит, посвященную этому. А священский разговор закрыт. Я ответил, меня перебежать не надо. Зачем ересь слушать? Вы какой-то вопрос имеете? Скажите, у меня есть вопрос. Я имею хоть одно место в Новом Завете, где Иисус Хриский спорит на священном. Я вам говорю, тема закрыта, вы не слышите. Вас просто кто-то крутит уже там. Почему? Я спрашиваю у вас конкретный вопрос. Хотя бы одно место. Сарков никогда так не понимало, как вы колобродите. Никогда. Яручу тебя рукоположие епископами. Это священство. А Иисус Христос как? Кто рукополком? Где Иисус Христос рукополагал священников? Покажите. Он говорит с переменой что? Нет, давайте начнем сначала с Евангелия. Где Иисус Христос избирает себе священников. Вот как Бог избирал через Христина. Уже все решено. Избрал апископов, они рукополагают. Дальше присидирают и в священство. То есть вы захватили власть священников, вам нужно оправдать, что вы можете все делать. Я же понимаю, от чего это. Нет, вы мне покажите в Евангелиях. Да не надо показать. Вы уже будете сейчас хлеб ломать, прищищать будете. Это же Бог, пришедший во платье. Он же говорил на понятном для людей языке. Вам сколько лет? Где хоть одно место в Новом Завете, где Иисус Христос избрал себя священников? Лет, сколько вам? Мне 35. А я 55 лет с сектантами вожусь. Вот я вас и спрашиваю, где в Евангелии, где Бог, пришедший во платье, хоть одно место, где Бог, пришедший во платье, не с небес, как Моисей, через Моисей Бог давал, а даже Бог, пришедший во платье, где хоть одно место, где Он избрал себя священников? Не надо толковать даже. Я говорю, тема закрыта. Вы даже не слышите. Вы мне пока стих укажите. Не надо ничего толковать. Хоть одно место. Вам вопрос не нужен был. Вам нужно было что-то мне накапать. Я спрашиваю, где в Евангелии хотя бы один из них, где Иисус Христос в своем учении и в своих действиях выбрал себе священников? Тема закрыта. Вы даже не слышите сейчас. Вы как ярый еретик говорите. Я же позвонил и вам вопрос задать, а вы не хотите мне... Я ответил. Я ответил. Все сказал. Тема закрыта. Если вы не приняли, на то мы помрете. Ну хорошо. В книге деяний. Не надо. Я уже ответил. В книге деяний хоть одно место, где выбирали священников. Хоть одно место. Вам не надо это даже рассуждать, потому что вы лишены благодати разумения Писания. Да у меня... Да я сейчас ничего не разумею. Я вас прошу хоть один стих, чтобы я на них подумал. Я ничего не разумеваю. Я просто читаю. Покажите мне хоть одно место. Эта книга Нового Завета доступна каждому. Хотя бы один стих, где мы видим, что рукополагают священников. Да. Заметьте. Две тысячи лет, и никто бы не знал, что священники не рукополагаются. Где в Евангелии Бог, пришедший воплоти, избрал себе священников. Не в Западе, не восточном церкви по-другому не было. Где он это сделал и это сказал. Где хоть одно место в Евангелии. Ну если он первый священник, Христос первый священник, значит и священник, а раз он первый над ним. Что вы дурите-то? Да, Тихонич. Я вот христианин. Даже с переменой священца. Не отмена, а с переменой. Где Иисус Христос в Евангелии хоть один раз либо избрал себе священников, либо научил этому делать своих учеников. Так у вас вопросов нет больше? Вопросов нет? Я вам ответил, другого ответа не будет. Ну, два вопроса. Где это сделали Сус Христос? Где в книге Деяния сделали это его ученики? Так вы не выпившие? Я абсолютно трезвый. Тогда слушайте, вы задали вопрос, я ответил. Сказал, больше я по-другому не... Нет ответа другого. А вы дальше свое капаете. Зачем это мне слушать-то? Чужую блевотину собирать? Я ответил. Вы сказали, хорошо, я это услышал. Давайте другой вопрос. А вы свое дальше чисто еретически, сектанты. Он долбит свое, но ничего не может принять. У него крыша съехала. Да почему бы я вас спрашиваю вопрос? Я вам ответил. Я ответил, что избрал Господь апостолов. Они рукополагают, дали присвятерайки, это священство. Апостол, священник, это разные слова. Любой человек, открывший книгу, даже на русском языке, увидит, что это разные слова. Так, все, не доказывайте, не доказывайте. Не, а чего доказывать, это же очевидно, каждому это доказывает. Вопросов у вас больше нету? Понятно. Вопросов нету? Вам доказывать не надо. Вы задали вопрос, я ответил. Зачем вы меня учите, как отвечать? Мне не надо... Я прошу показать место, где есть христос. Я сказал, меня не надо пытать. Не надо. Я уже испытан в других местах. Это священство. Священство Христово называется. А раз священство, значит, стоят священники. Когда по-русски написано слово... Вот вы же употребляете слово священник. Я прошу вас в книге Нового Завета, в Евангелии, в книге Деяний, показать хоть одно место... Не надо показывать вам. Вам не надо. И есть священники Нового Завета. Хоть одно место. В Библии, святой, ни одного места нет, чтобы было указано, что у женщины есть душа. Нигде нет. Вот докажите, что у нее душа есть. У мужчины что есть? Тело, душа и паспорт. Ну почему вы уходите от вопроса? Я вам задал конкретный вопрос. У мужчины, говорит, что есть? Отвечает. Тело, душа и паспорт. А у женщины? Тело. Души, говорит, нет. И далее, говорит, что одежда. Нет, но вы отвечаете на вопрос, который я вам не задавал. Я еще раз говорю. Нигде в Библии не написано, что у женщины душа. Это бесспорный вопрос. Но я же вам не задавал этот вопрос. Я вам говорю, что вы задаете, а где написано? Я вам показываю, таких мест много, которые не касаются. Нет, но о священниках Ветхов за это есть целая книга им посвященная. Почему вас этот вопрос тревожит? Потому что вы уже вторглись в это. И вам нужно оправдать свое безумие. Новый Завет доступен каждому. Я человек, созданный Богом по его образу и его подобию. И Господь дал мне учение. Понятно, на понятном русском языке. Тема закрыта. Слушайте, вы не можете остановиться. Тема закрыта. Вы пришли с вопросом, зачем вы командуете мною? Говорите, какие вопросы есть, или мы расстаемся? Зачем это нужно? Нет, ну просто, значит, таких мест нет. Да вам не надо просто. Вас сатана уже замучил. Значит, в Евангелии нет места, где Иисус Христос выбирает себе священник. Вы не сообщили, как в Евангелии, там вырезаете, что надо, а остальное даете. Нет, я вас спрашиваю, покажите мне хотя бы одно место. Да не надо показывать. Любая глава, любой Евангелий, любой стих. Книга Деяния Святых Апостолов, Церковь, Рождение Церкви. Мы знаем 15 глава, где Собор Церкви собирается. Вопросов нету больше? Вопросов нет? Есть. Ну давай другие вопросы. Я сказал, тема закрыта, вы не слышите, вы как аспид глухой, как змей. Я, я, хорошо, я по-другому задам вопрос. Ну, уважайте собеседников, вы пришли ко мне и начинайте командовать. Да я не командую, я задаю вопрос. Пожалуйста, говорите второй вопрос, какой? Книга Деяния Апостолов, 15 глава. Говорите, какой вопрос у вас? Собирается Церковь. Я говорю, какой вопрос? Почему там нету священника? То есть у вас нет вопросов? До свидания пока. Я вот задаю вопрос. Так, вопросов у вас нету. Вы просто, как говорится, как сатана, искусение. Я спрашиваю, вот вопрос, почему в книге 15 глава Реакостолов нету священника? В церкви человек этот вопрос не задает. Он знает, что в церкви всегда было так, не по-другому. А ему что? А не знаю, поражу пастырь, рассеются овцы. Это его хватка. И вы даже не боитесь эти слова говорить, он не священник. А покажи, где написано. Да где вы найдете слово Библии, не написано в Библии. Слово Библии даже отсутствует. Я буду сыплять, а Библии нету, и Библии уже не надо. Не надо. Нигде не написано праздновать воскресенье. Воскресенье не надо праздновать. Это отдельная секта будет. То есть, таких вопросов тысячи, которые не освящены. А раз чего нет в Писании, о том не рассуждаем. То есть, Бог, пришедший воплоти, не осветил все вопросы нужные христиане. Другие вопросы есть какие-то? Нет, то есть, вы так считаете? Так, нету больше вопросов. До свидания. Но Бог, пришедший воплоти, не смог нам дать на то учение. То есть, он не способен. Вы понимаете, что... А грешные люди потом смогли дополнить учение Бога. То есть, Бог, пришедший воплоти. Только всегда Бог так говорит. Отощиствует, он не слышит. Нет, ну вы же говорите, что есть тысячи неосвященных вопросов в Евангелии. Какие вопросы у вас есть еще? Ну, то есть, вы убеждены, что Христос, пришедший воплоти, не смог дать полное отоплотение. Вот это говорит, что вы не православные. Православные так себя не ведут. Я и не православный. Я не говорил, что это православный. Конечно, вы давно потеряли все. И поэтому не надо краситься под православного. Я тебе сказал, что ученики Иисуса Христа стали называться христианами. Я ученик Иисуса Христа. Его учение изложено в Новом Завете. Все разные. Ученик Иисуса Христа. У меня только которые заходят, беседуют. Не менее 50-ти. Все друг друга не признают. Я ученик Христа. Да давно ученик дьявола уже, может быть. Ученик Иисуса Христа признает и живет по учению Иисуса Христа. А оно изложено в Новом Завете. Другие вопросы есть? Ну вот 19-я книга Деяния. Павел Сибирь, Ефес, Свитер, ученик. Я вам сказал, что Саша такой, вы знаете его. И посмотрите в зеркало, вы как копия. Вы разные люди. Но кто-то делает одинаковыми выражениями. Словами. Вот это вот не слышать ничего. Против церкви воевать. Кто это делает? Неужели непонятно. До порога идут одинаково. Дальше все врозь. Я ученик Христов. Вот Алексей там проповедует. Сколько таких? Повторяю. 21 тысяча еретиков. И друг друга они не признают. Диаметрально противоположные. Почему? Сатана. А церковь единая. Да я всех признаю. Я просто спрашиваю у вас конкретных вопросов. Да не спрашивайте вы. Вы не спрашивайте. Почему я спрашиваю? Вы настаиваете. Я вам ответил. Павел собирает Ефесии перед своим заключением всех пресвитеров церкви. Почему он не собирает священников? Где они есть? Они священники есть. Я ответил вам. Вы еще не слышите. Ну где же это написано? Это два разных слова. Я вас прошу. Где еще раз это слово священник потребляется в Евангелии или в книге Деяния Святых Апостолов? Вы говорите, что пресвитер это есть священник. Это не где написано. Вы зачем хотели, чтобы я с вами поговорил? Есть текст утверждающий, что пресвитер и священник это одно и то же. Вы зачем хотели, чтобы я принял вас поговорить? С какой целью? Я задаю вопрос. Я хочу понять. Я сказал, другого ответа не будет. Мой ответ вчера и сегодня один и тот же. Ну ты успокойся пока. Скажи, другого вопроса у меня нет. И мы расстанемся. Ты одно и то же долбишь и долбишь, как самый настоящий прожженый еретик. Я спрашиваю, не отвечайте, а я хочу понять. Вы пойдете к свидетелям Егова. Они кроме Егова ничего не знают. Субботите, суббота, суббота, суббота. Я пришел свидетелям Егова. Я их вообще не трогала. Я говорю о христианстве, об учениках Иисуса Христа. Не знаете, да? Я просто хочу понять. Вопросов нет у вас больше? Ну вот у меня самый... Ведь этот вопрос один из важнейших. А получается на него нет ответа. Я по-другому никогда не отвечу. Я ответил уже. Все. Это все священство. Патриарх, епископы, благодатное. А вы ушли... Где это написано в Новом Завете? Бог, пришедший воплоти, дал свое учение. Дал его в полноте. Неужели это не... Так, вы учить хотите, у вас вопросов-то никакого нет. Вам некого учить? Нет, я спрашиваю, где хоть одно место в Евангелии или в Птице? Да нам не надо никакого места. Это путь церкви. Святые все осветили. Им открыто было, они имеют благодать. А если бы Христос не осветил это, не положил камень в основание? А зачем ко мне пришли? Зачем ко мне пришли? Почему вы другому не задаете вопрос, а мне? Я любому священнику задам этот вопрос. Они просто боятся этих вопросов. А вот он один прыщок вас подцепил, сатана, и дергает теперь. Ну будешь задавать, и умрешь без священника. Грехи-то не отпущены. Тело и крови Христовы не причащаетесь. А разве не Бог отпущает грехи? А, Бог, все. Все иеретики 2000 лет так и отвечают. Нет, а Бог не отпущает грехов, если я прошу его? Без священника не отпущают. Он дал власть. И говорит, кому вы отпустите, то отпустится. То есть Бог не отпускает грехи-бечим. Ну считайте 20 главу Евангелия Теана. И что? Ну и что, кому, простите, кому он сказал это? Ученикам. Всем ученикам. Какие ученики? Как по-другому назывались? Никак. Он их никак не назвал. Он им просто это сказал. Они никак не назывались еще. Как апостолам дал, ученикам. Там этого не написано. Это просто ученики его окружали. Вот и все. Вот так. Запудрил вам сатана мозги-то совсем. Вы должны были этим окончить. Здесь написано, что он апостол. Там и женщины были. Там все были. Он явился в горнице. Там все сидели. Да. Женщины могут быть апостолов? Да он избрал апостолов 12. Почему не 13? Нет, там были женщины. Вы же читали. Там же были женщины в этой горнице, когда он явился. Это 2,50, если не путайте. Нет, ну что, когда Евангелие Теана 20 глава, вы считаете, там не было женщин? Женщины за 2000 лет когда-нибудь воспользуются этим правом? Если Бог дал им право такое. Нет, вы же говорите, что там были апостолы. Там женщины были. Он им тоже дал право прощать. Ну, кому вы простите проститься, а кому не простите не проститься. Женщины хоть одна этим правом воспользоваться, если так относилась с женщинам-то? Что вы колобродите-то? Нет, вы же говорите, что там апостолы. Там и женщины были. Ну, сказано апостолом. Давайте. Были другие. Да там сказано всем, кому кто стояли. Там не сказано, что сказал. Эти правом прощать грехи за 2000 лет ни одна женщина не воспользовалась. Что вы говорите-то? Всем было сказано, лишь бы только признать, что мы тоже что-то можете. Вы видите, когда Богу надо, как он отделял себе левитов-то. Он все описал, где какой болтик, где какая у них одежечка будет. Ведь Христос их не назвал священниками. Он сказал, кому простить. Вы не торгайте то, что вам не подвластно. Я ни разу на эту тему не пытался священникам говорить или в алтарь заходить. Хотя я щитец. У вас страха никакого нет. А какой у меня страха? Мудрость и страх Божий. Убойся Бога. Вот я только Богу боюсь, а людей я не боюсь. Первое дело сделаю, чтобы бритву выбросить. Не брейся. Не хозди образ Божий. Уже будет видно. Меня Иисус не учил бояться человеков. Живете по-мирски. Любите, что в мире. В какой там дух-то может пребывать? А что такое мир-то? Мирской человек любит то, что в мире. И говорит по-мирски, и мир слушает их. А что такое я люблю мирское, скажите? То, что вы говорите, это никогда не было достоянием церкви. Это только еретики, разрушающие церковь. Да какой церкви-то? Что такое церковь-то? Вы сейчас ничего не слышите, понимаете? Вы что, услышали? Сейчас бы подумал или записал, сказал, я подумаю, и потом отвечу. Я вас спрашиваю, где конкретное место, где Иисус Христос назвал учеников иереями, священниками? Где конкретное, хоть одно место в Писании? Иисус Христос три с половиной года ходил по земле и учил. Вопросов у вас больше нету? Я спрашиваю, хотя бы одно место. Я запишу сейчас. Я говорю, нет вопросов больше у вас. Я запишу. Скажите мне хоть одно место, где Иисус Христос учеников назвал священниками. До свидания. Прощайтесь. С Богом. Встаньте на пути и вернитесь в церковь к Христову. И тогда Бог откроет. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok